Александр Григорьевич, добрый день. Артём Евгеньевич Рыбак, директор филиала колледж современных технологий в машиностроении и автосервисе, учреждение образования, Республиканский институт профессионального образования, город Минск. Александр Григорьевич, как сегодня уже и говорили, в системе профессионального образования мастер производственного обучения играет ключевую роль. Однако существует проблема в том, что всё-таки престиж профессии мастера производственного обучения очень стал у молодёжи низок. Не всегда одной только заработной платой мы можем удержать мастеров производственного обучения, которые владеют уникальными профессиями, которые хотели бы самореализоваться. Я бы хотел предложить повысить статус республиканского смотра мастер года, который сейчас идёт в Республике Беларусь, до уровня конкурса «Учитель года в Республике Беларусь». И я думаю, это поспособствует и престижу мастера производственного обучения, и всё-таки стремлению наших мастеров расти профессионально. Спасибо. Спасибо. На первый взгляд, дельное предложение, но мы его изучим. Имейте в виду, что «Учитель года» – это учитель Е, это и мастер-учитель. Поэтому, если мы только введём конкурс мастеров и поднимем его статус, ну так у нас профессий тысячи, и все предусматривают, и мы тоже хотим. Но мы изучим. Вы правы. Есть приоритетные вещи. Это один из приоритетов. Коль у нас не хватает рабочей специальности и особенно мастеров, может быть, этот шаг надо сделать. Но мы изучим и дадим вам, и не только вам, публично озвучим ответ на эту тему. Спасибо большое. Урбан Светлана Владимировна, учитель русского языка и литературы, средней школы номер 3 города Дятлова имени Иосифа Юрьевича Филидовича. Уважаемый Александр Григорьевич, я являюсь классным руководителем в выпускном классе. Мои ребята мотивированные ученики, и у каждого из них в планах получения высшего образования. Сегодня школа в старших классах ориентирована на профильное обучение, когда на повышенном уровне углубленно изучаются те предметы, которые после будут необходимы учащимся для обучения в университете. На моих ребятах лежит большая нагрузка, и они все чаще задают такой вопрос. А зачем нам такое большое количество предметов? Может, стоит учащимся 10-11 классов предоставить такую возможность выбирать для изучения только те предметы, которые необходимы им в дальнейшем для обучения в УЗИ? Хотя лично я придерживаюсь устоявшейся модели обучения, когда происходит подготовка выпускника широким кругозором и умением анализировать происходящее. Благодарю. Ну, если вы, Светлана, в этом убеждены, то я думаю, что так оно и должно быть, ибо мы превратимся в тех американцев, с которых иногда смеемся. Они знают свой город относительно, а сейчас вообще сидят больше, чем наши дети в этих гаджетах. Они не знают, где там, ну, ладно, Беларусь. Они не знают, что такое Россия, где она огромная, самая огромная страна, что там какой-то конфликт. Поэтому все-таки человек, выходящий за порог нашей школы, должен быть образованным человеком по многим вопросам. Я иногда сталкиваюсь с нашей молодежью, 30-летней, 28-летней, и с удивлением обнаруживаю географию, они вообще слабо знают. Вот свою специальность более-менее, ну, хорошо знают. Все остальное их не касается. Историю они слабо знают. И это люди, с которыми я общался, закончившие школу с отличием. Поэтому вы абсолютно правы. Образованным должен быть человек по-настоящему. И то, что в жизни иногда надо, хотя бы по этим направлениям он был образован. Ладно, вы его там, если он готов поступать там по профилю на юрфак или истфак, вы уже его не обучаете каким-то теоремам и так далее. Ну, теорему Пифагора знает, и ладно. Может, в жизни ему больше и не пригодится. Может быть. Потому что все-таки там посложнее есть в этих науках темы и тематика. А вот то, что в жизни надо, это обязательно. И надо ребят к этому приучать и обязательно им говорить, вы будете как американцы. Я не говорю, что они дураки и прочее. Но они настолько узкие, молодежи, другие в Соединенных Штатах Америки. Они, если считать, то только то, что касается денег. Они это хорошо считают. Все остальное они считают и считать не умеют. Пандемия очень обнажила в американском обществе эти недостатки общего образования. Поэтому, знаете, вы вот этот вопрос задали. Я вообще его первый раз слышу. Я думал, у нас нет таких проблем. А коли они появились, и вам, Светлана, и другим, особенно классным руководителям, на корню надо это уничтожать. Наша школа должна давать, ну, если уж не такие огромные, обширные опознания мира, но достаточные для того, чтобы жить в обществе и общаться с другими. Это моя пока точка зрения. Спасибо, Александр Дмитриевич. Хорошая традиция проводить педагогические советы в канун учебного года. Хорошо, что здесь собрались учителя и преподаватели вузов, директора школ и руководители. Уважаемые друзья, я, может быть, жестковато где-то с вами разговаривал, но я хочу, чтобы вы поняли. Это не потому, что я как-то принизить хочу вас, вот вашу роль и прочее. Я очень надеюсь на вас. Только учитель может провести ту политику внизу, которую я хочу, чтобы она проводилась. Только вы. Поэтому я говорил о том, что вы никого не должны бояться. Вы хозяева в этой стране. Как только дрогнете, все. Завтра готовьте лапти, плетку нам уже подготовили. Поэтому ни в коем случае не отступайте. Никого не бойтесь. В вузах, на местах, власть рядом. Если вы обратились с проблемами государства к власти, в райисполком, сельский совет, и они, если не решили вопрос, не проинформировали по вертикали власть, это для них смерти подобно. Ну, сейчас же просто. Мы говорим гаджеты, гаджеты. Вы взяли этот гаджет, черкнули две строчки, завтра президент прочитал. Если кто-то не увидел, еще раз напишите. Мы вас обязательно поддержим. Как никогда важнейший вопрос – удержать страну в руках. Нам никогда наши дети и внуки не простят, если мы обвалим страну и бросим ее. Нам, ну, так случилось, досталась эта независимость. Я когда-то вам говорил много лет назад, независимость – очень дорогая штука. Вы все говорили, независимость, незалежность, незалежность. Я вас всегда утихомировал. Захамировал. Подождите, не спешите, подумайте. Хотите ли вы этой независимости? Хотим, хотим, хотим. Тогда я вам сказал – очень дорого это стоит. И вы видите, что это не дешево. Но это стоит того. Мы должны сохранить эти земли для наших детей. Если мы уже что-то увидели, что-то прожили, я больше, кто-то меньше и так далее, так дети, они ни в чем не виноваты. Они тоже хотят жить на своей земле. Мы должны быть интересны только своей стране, и страна нам должна быть интересна. Мы должны быть интересны только своему обществу. Без вас это невозможно. Поэтому я осуществляю определенное давление на педагогическую, общественную, чтобы выдержать. Ну, наверное, мы уже за эти годы нащупали то, что нам нужно, что нужно для нашей страны. Давайте ее сохраним для наших детей. Это самая главная моя просьба. Для того, чтобы сохранить – будьте жесткими. Жестокими, если нужно, в школе. Чтобы чувствовали, что учитель – святое. А в школу они должны приходить, как в храм. Ну, так давайте заставим, если нужно, ведь половину нужно и заставлять, чтобы они понимали, куда пришли, и чтобы они понимали, что от них требуется, и чтобы они понимали, что завтра это им нужно будет. Будьте сильными. И в этом плане вы всегда получите мою поддержку. Спасибо вам. Уважаемый Александр Григорьевич, все педагогическое сообщество благодарно за вашу поддержку, систему образования. Мы очень высоко ценим ваше отеческое отношение к каждому из нас. Разрешите вам вручить учебные пособия по философии, которые вы очень серьезно критиковали в феврале месяце. Спасибо вам большое. Не зря пришел.